МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите региональный эфир телерадиокомпании Гродно. Это программа «Открытый вопрос» в студии Наталья Залеская. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о туристической привлекательности Гродненского региона. И в гостях у нас заместитель председателя общественного объединения Республиканский туристко-спортивный союз Сергей Иванович Коляда, бургомистр города Крынки, Республика Польша и Аланта Гудалевска, а также специалист по трансграничным проектам Славомир Майсюшка. Здравствуйте! Буквально несколько месяцев назад, в преддверии Нового года, мы с Сергеем Ивановичем обсуждали проекты трансграничного сотрудничества, в которых, в частности, он сам принимал участие. Скажите, пожалуйста, на данный момент, какие есть результаты в этом направлении? Я буду отвечать только за результаты своего направления, потому что их там четыре было. У нас это направление продвижения истории, культуры и ремесел. Польские коллеги назвали это одним словом «единственное» или «наследство». Наверное, так звучит. Подано было 362 проекта, из них на сегодняшний день осталось половина. Все проекты, которые набрали до 30 баллов включительно, они все перешли на второй этап. А вторая, все, кто меньше набрал баллов по оценке специалистов, они все ушли в корзину, к сожалению. Там и один проект, и мой еще был. Мы с Украиной писали, и вот он тоже в корзине. Значит, не прошел по определенным причинам. Мы сейчас вот с моими коллегами из Крынок, был мистер Крынок и Славомир, значит, они подготовили проект. Честно говоря, меня поймали в последние дни. Не говорю, что долго били, но в угол загнали. И сказали, что давай, надо, надо работать. Где они меня там нашли, не знаю, но каким-то причинам в Белостоке на конференции мы встретились, прочитали основы этого проекта. Мне понравилась, в принципе, идея, которую они предлагают. Тем более Крынки – это наши соседи, очень недалекие, тут за речкой прямо, за границей. И идея была создания вот королевской дороги, королевского маршрута с одновременным возможностью вот по поводу благоустроить парки наши городские. Когда я это прочитал, то сказал, что окей. И действительно этот проект набрал очень высокий балл. Скажу, что, наверное, экспертам тоже понравилось. Я думаю, что Славомир больше расскажет, как он до этой идеи дошел. Кстати, как возникла идея? Идея этого проекта, извиняюсь, что буду говорить так в половине по-русски, в половине по-польски, Сергей Иванович говорит по-русски. Ну, ничего страшного, я думаю, я по-польски. Я буду так говорить в половине. Идея. Идея возникла из истории. Из истории Гродна, Крынок, Полши, Белоруси, республики, обоих народов. Как это по-русски? Речи посполитые. Речи посполитые, обоих народов. Это история, которая вciąż живая. Гродно – это большой город, Крынке – это маленький город, но и в Гроднах, и в Крынке работал от таких великой, большого, большого, большого человека – Антони Тюсенхауза. И это и Крынки, и Гродно, это везде, и в Гроднах, и в Крынке следы по работам Тюсенхауза. И из этого возникла идея проекта. Ну, фактически тот парк, который мне показывали в Крынках, там тоже есть, скажем, разрушенное здание, которое, я думаю, имеет шанс его и восстановить. Фактически, похожее здание почти в один в один, как у нас стоит на площади, вот наш архив, или дом Тюсенхауза, открывая официально напротив, простое здание. Вот как раз у них в парке этот стоит дом, и там известно, что этот Тюсенхауз этот парк создавал, то и было его место. Но фактически это использована идея королевской дороги, что короли ездили из Кракова до Вильно, вот они ехали и через Крынки, и через Гродно, и дальше там на Острино, озера и Острино, и поехали. Понятно, что король ехал не быстро. С несовременными темпами. Для него была максимальная скорость в день, но вот он ехал от одного места до другого, естественно, с ним ехала и свита, и ехали охрана, и везде были вот такие станции королевские, где останавливались. Конечно, эти станции потом начали разрастаться, потому что надо было и кормить, и надо было где-то королю спать, и отдыхать от поездки и так далее. Вот эта дорога такая, это ехал не один же король, а много их ехали. Да, отсюда вот эта вот дорога, она такая богатая по истории, столько много всяких осталось зданий и так далее, но они незаслуженно забыто. По сути, мы хотим сделать такое действие, связать и фестивалями, провести фестивали в Крынках, провести фестивали исторической реконструкции в Гродно, и сделать это не в центре города, где-то там, да, а вот попробовать в лесопарках это организовать, чтобы можно было прийти большому количеству людей, чтобы можно было сделать действительно и фестиваль кулинарии, да, и фестиваль реконструкции, костюмы и так далее. Ну вот сегодня уже королеву выбрали. То один. Мы знаем, что граница стоит теперь между Крынками, между Гродным, между Польшей и между Белоруссией на этой дороге. И нам захотелось перейти эту границу историческим походом. Ну да, сегодня такая интересная была идея, что мы предложили, почему нет, например, этот, скажем, королевский поезд, так назовем его, он начинает в Крынках с фестиваля, с музыки и так далее, дальше мы поехали, да, но кареты нужны, лошади, ну и такая, не знаю, наверное, всякая идея имеет в своей жизни, вообще, чтобы и оформление всех этих... Историческая реконструкция. Конструкция, да, естеская конструкция, плюс туристы и так далее, оформить, может быть, даже в Крынках, через границу прокатиться, так, чтобы вот... А через какой пункт пропуска уже решили? Брузги, конечно, брузги, да. Конечно, мы хотим показать, что брузги – это не только страшная граница, которую мы не сильно все, особенно Гродницы, любим, но что она может работать и в другом режиме, что мы давно уже проговариваем, что грани брузги должны, наконец, сделать туристические каналы, там, где чистый туризм. Где не относятся к людям, что они там перевозят, извините, там, каких-то... Заработать на этом хотят там пару этих пачек сигарет или бутылку водки. А это туристы. Появилось другое направление, которое заявляет, что я турист, мне неинтересен этот заработок, я хочу действительно вот с другими целями сюда приехать. И люди к нам поехали, бизизор режим показал что-то. Но надо перестраиваться и границы. Я думаю, что это правильное направление. То есть нужно делать отдельный канал для туристов, чтобы это могло иметь место? Даже не канал, несколько каналов выделять, вешать на них, например, там, не знаю, человека с веслом, девушку с веслом нарисовать, или человека с рюкзаком, чтобы было понятно, что это туризм. Ты заявляешь режим туристический. Да, контроль есть контроль, могут кого-то и проверить. Но это должен быть хороший, быстрый, яркий канал. Но вот для этого, может быть, нужны эти такие фестивали показать. Для чего? И привлекать сюда гостей, потому что приедут к нам гости, мы повезем в Крынки или в Крынки приедут. Потом им есть смысл. В Крынках переночевали, покушали, посмотрели, и дальше поехали, их завезли уже с целью туризма, завезли к нам, уже привозят. Вот сегодня мы с Солоимиром разговаривали, даже многие вещи такие интересные выпрыгивают. Ну, например, да, вот было сегодня предложено председателем Горсовета Федором Борисовичем Васильевичем, что, а почему нет? Давайте, вот у нас идет хоккей, мы купим билеты, оформим безвизовый режим, и целый автобус из Крынек привезем. Да, это ваша жизнь. Ну, расскажите мне. Да, 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 в Польше, в Крынках или в Белостоке хоккей – это очень популярный спорт, но мы не можем смотреть его только по телевизору. Живую, да, только по телевизору. Гродно – это город ближе Белостока, Крынок на 50 километров. А то вы так близко от нас находитесь. А сколько, а сколько? Близко, близко. 40 километров. Ну, какого так близко. Есть идея, чтобы привезти полоских туристов, полоских яхтов, милочников, спорта. Любителей спорта. Любителей спорта. Да, привезти на современный футбол, на современный хоккей. В принципе, у нас же есть, скажем, такой же опыт. К нам датчане приезжали на футбол. Ну, да, так это тоже туризм. Да, спортивный туризм. Спортивный туризм. Да, я вот только с Турции прилетел с международной конференции по спортивному туризму, то меня пригласили, как из этого названия, я думаю, 100%. Прочитали, что спортивный туризм. На самом деле, спортивный туризм в Европе – это туризм, когда ездят на различные спортивные мероприятия, когда там фанаты ездят, команды ездят подготавливаться. В принципе, вот такая мысль. Но это очень хорошее направление. Это ярко, например, целый автобус людей приезжает на какое-то мероприятие конкретное. Но заодно они и посмотрят, и город посмотрят, и экскурсии можно провести, и переночевать здесь. Извините, фанаты – это любители ночных клубов. Не будем это скрывать. Это особая категория молодежи. Хотя давайте, может, вернемся к нашему проекту немножко. Я знаю, что вы сегодня уже встречались и обсуждали вот этот проект. Каким же выводом вы пришли? Не выводом. Я думаю, что хотят открытки сделать. Что хотят открытки сделать. А наш парк есть зарощенный в этой ситуации. Так на правду не можем корыстать с него, ани мы, ани турыщи. И мы его просто очищать, приручить до ужиткования. Ну, хотели бы мы тоже петь не его ошветлить, поставить маленькую архитектуру, ну и стежки эдукационно-хирус-historyчные поробить, чтобы наши турыщи приезжающие могли и скористать также с этой связи историчной, почитать, доведеться о нашем piękном месте, но также о Гродне. Потому что, то, что Сергей Иванович говорил, если нам удалось сделать этот проект, и мы сможем с этим трактом, шлаком кролевским, дорогой кролевской, сделать этот прекрасный проезд, то это будет действительно жива лекция истории и для нас, и для жителей Крынка, и также для наших турыстов. Мы надея, что сама реализация этого проекта, даже то, что мы уже встречаем, что это наше третье встрече, два были в Польше, в Крынках, сейчас мы в Гродне, оно нам уже очень много дает. Оно нам дает это прекрасное восприятие, эту историю, Сергей Иванович так прекрасно рассказывал о истории Крынка, даже досконально знает историю Крынка. Гратирую такой знакомости. Поэтому мы надея, что реализация этого проекта пристегнет турыстов. Крынки уже таким запомненным местом, хотели бы оживить ее. И этот парк такую надею дает нам. Это обмен идеями в том числе. Крынки это аналог нашего поселка как мир, как желудок, как острино. Это центр места, на нем стоят все еврейские бывшие магазинчики, домики. там же пентный костел, церковь, это все как звездой синагога. И расходятся улочки во все стороны. То есть рисовалось явно одной рукой, явно с одной идеей. Это действительно это местечко, по которому мы тоже так вот сейчас понимаем, что эти местечки надо поднимать и превращать их в туристические объекты. Мир подтянули, надо другие места точно в таком же режиме, превращать в туристику. Тогда это интересно. Очень многие ездят именно по таким местам. Это действительно большое направление, которое можно поднимать, целый пласт Атлантиды, которая исчезает уже, к сожалению. Недаром уже сегодня президент обращает внимание, что надо маленькие везки, маленькие местечки поднимать. Потому что город, города уже достаточно хорошо сделаны. И досыщены. Да, надо, надо вот как-то создавать вот эти маршруты. Ну, просто приехать в город, ну, Гродно, конечно, Гродно достаточно сильный в туристическом отношении город. Здесь два-три дня можно рассказывать, показывать, вводить какие-то мероприятия, показывать, как мы сегодня говорили, спортивные и другие. А вот с этими маленькими местечками тут свой шарм. Своя культура, это своя еда, да, у нас в Крымках был шикарнейший стол. Борис до сих пор сегодня вспоминал ваш стол. Был восхищен, что там многие вещи, которые он с детства помнил, но у нас уже их не делали. Уже их не делали, да. Да, тут вот часть таких продуктов. Получается, в маленьких таких вот маленьких компактных местечках сохранилась и кулинарная традиция, которая уже в больших городах даже не существует. фастфуд наступает. Я скажу, что это страшное явление, особенно в головах молодежи, потеря своей аутентичности и тому подобное. А здесь вот, когда приезжаешь, эти вот бабки они тебе сделали, пирожки совершенно фантастические были. Я некоторых пытался запомнить ваши названия. Пирожки, да. Пирожки, да. Там еще что-то было там и были из пызы, потом было вот колбасы. То есть нужно сделать еще и кулинарный фестиваль, я так понимаю. Не, мы понимаем, мы хотим, понимаете, мы хотим вот эти наши фестивали, которые у нас действительно постучу, если мы сможем выиграть, как бы получить возможность получения гранта, то, конечно, мы хотим в этом фестивале собрать всего понемножку. Не надо только одно направление. То есть мы берем историческую реконструкцию при этом и блюда, и одежда, и история, и повозки те же самые, и манера поведения. То есть мы реконструируем не просто что-то одно. И спортивные игры тех времен. Там были свои споборницки, от которых мы действительно зря поотказывались, а их можно восстановить. Во что тогда? Тогда хватало тоже всяких спортивных мероприятий и так далее. Это все Рома такая игра. Рома есть нам. Рома? Рома, так, так. Это старинная игра из Диоруссии, из Литвы. Тем более, что не хотели бы чтобы этот проект одновременно, скажем, раз, только в одном году, среализовать и конец. Не, хотели бы продолжить, чтобы эта współpraca была на много лет. Такие эти парки подготовить таким мероприятиям. У нас тоже идея, интересно, что сегодня на одном языке разговаривали и Федоров Борисович, и делегация из Крына фактически одно и то же проговаривали. Есть парк, как у нас в Пышках, там часто проводим мероприятия. Но в самом деле, если разобраться, эти мероприятия все время на коленках. Нужны условия. Определенные площадки. Надо, надо, потому что постоянно приезжают различные представители из интересных предприятий и коллективов. Надо, чтобы это было не в кучке все сбито, а вот так, чтобы люди могли, как на нашем фестивале национальных культур, переходить с одного на другое. У нас же есть уже такой красивый опыт. Пышки надо сделать, подготовить. Это не только проект ради проекта. Нет, основная задача это, как правильно наши коллеги говорят, оставить возможность этому движению дальше. Чтобы дальше мы могли использовать и в других направлениях, и для других целей. Но, конечно, вот как мы говорили, если попытаемся создать традицию, тогда, конечно, это самая высокая цель. Создать традицию, чтобы она каждый год работала, чтобы вот эта королевская дорога собирала туристов, чтобы это было желаемое мероприятие, чтобы люди хотели сюда попасть. На самом деле такую интересную фразу я вычитал у него, его заявки. Сейчас я пора повторить, но звучит так, чтобы это мероприятие было явлением европейского масштаба. Замечательно. Нам надо тоже сделать фильм, издать книгу, это великая работа. Скажите, пожалуйста, когда будет уже точно известно, попали ли вы в группу счастливчиков, получивших грант? Да, красивое слово счастливчики. Скажу, что последний день подачи тех, кто прошел во второй конкурс 30 июня. Дальше, я думаю, по моему опыту, где-то месяц будут еще уточнять документы, если каких-то не хватает, их доложить придется. И думаю, что в августе будет уже проведен конкурс и будет объявлено. Потом подписание контрактов, если главный бенефициар получит документы, если выиграет, значит, подпишет этот грант-контракт. И после этого у нас наступит в Польше это очень быстрая процедура регистрации в Министерство регионального развития. У нас мы регистрируемся в Минске, в Министерство экономики, но для этого надо пройти процедуру национального одобрения. И это, к сожалению, достаточно серьезное мероприятие, 6 министерств, 7-7 министерств приходится получать разрешение на регистрацию. Где-то до 6 месяцев, а то и до 9 бывает, нам приходится регистрировать. Сейчас Минск говорит, что попробует сделать очень быстрее эту процедуру, что там специальный отдел создан. Ну, не знаю, надежда умерла, последняя. Мы будем надеяться, что примерно в 2018 году можно будет уже говорить о старте проекта, если все будет в порядке. Я настраиваю, в данном случае я никогда не был пессимистом, но я просто реалист сейчас, можно назвать меня реалистом, что я настраиваю своих коллег, что давайте не торопиться, ставить 2019 год, не переживать за это. И у нас есть одно, несмотря на эту длинную процедуру, у нас есть один очень сильный момент, например, против Украины. Украине тоже быстрая регистрация, но у них потом начинаются проблемы на стадии регистрации. Какое министерство они зацепили, опять им надо ехать, дабы получать разрешение. У нас, если есть постановление Совета Министров, что они одобрили этот проект, это постановление является уже как пропуск. Ты уже спокойно работаешь с этими деньгами, ты уже налоги снимаешь в соответствии законодательном, что нам НТС нельзя показывать. Тут же возникает, как видите, сразу масса уже возникает даже на стадии моих разговоров. Ну и куча других вопросов. Но зато когда это постановление есть, ты легитимен, ты спокойно работаешь, тебе наоборот все оказываются действия в помощь в этой регистрации. Тогда этот проект проходит очень спокойно, достойно, он не срывается никак, потому что мы уже под контролем, часть ведомств нас контролирует, мы не можем уже никак не уйти, не сбежать. Не изменить что-либо. Ну, бывает всякое, скажу, что партнеры разные, события жизни тоже разные, поэтому здесь надо гарантии, мы будем подписывать, когда если будет гранд-контакт, то будем обязательно подписывать партнерские соглашения, которые, я думаю, Ламир подготовит, да, любезно, ему этот подарок. Значит, тогда там мы распишем просто кто за что отвечает и где чья половина. Хормонограмм, все. Да, хормонограмм, да, движение, там уже там дальше четко, уже какое мероприятие, когда. Поэтому что надо нам это сделать вместе, наверное, не два проекта, а на одной проекта. Гранд-контакт. А как вы считаете, вот этот вот безвизовый режим, он поможет в реализации самого проекта? То есть когда уже будет стадия, когда туристы из одной стороны уже едут в другую сторону, с одного фестиваля на другой? Нет, так это не то, что поможет, вы же уже видите реальную работу, да, если, извините... Люди приехали по безвизовому режиму, Брест с нами разговаривает очень напряженно. Почему? Потому что Брест себе сделал безвизовый режим только в Беловежской пуще. Они сейчас это используют в проектах, но им приходится так, из Бреста ехать в Беловежскую пущу и там встречаться с коллегами. Смотрите, что... В этом отношении у нас проще. Нет, так я и в Минске уже скажу немножко, назовем это так некрасивым словом, отгреб от минчан, почему Гродно? Я говорю, ну, наверное, могу ответить с ним, потому. Почему вы первые? Ну, потому, наверное, говорю. Потому что мы Гродно. Но вопрос в том, что даже вот сегодня команда делегации из Кринок села, получила эти дозволы и приехала на рабочую встречу без всяких проблем, без всяких премьерных границ. И здесь это самое главное, потому что я уже неоднократно говорил и сегодня, что проект так честно говоря для меня стало уже больше привлекательным даже не сам порой уже Грант. Я начинаю оценивать ситуацию, когда мы просто встречаемся, вот встречаются делегации, люди поехали друг друга, узнали. Даже если может получиться так, что проект может не пройти и так далее. Но у нас уже есть надежда на следующий проект. Вот мы сегодня уже разговаривали, да, предложение. То есть у вас уже наполеоновские планы на будущее? Ну, я бы, лучше бы не самого Бонапарта, а Жерома на Наполеона планы принял бы. Мы сегодня были в Королевской охоте, я говорил, что вот Жером Бонапарт застрял на две недели в Гродно, когда ему объявили, что он король Польши. Целый кастинг девушек из Гродно подбирал себе невесту. Война остановилась на две недели благодаря девушкам из Гродно. Вот это, наверное, можно брать пример. Тоже, кстати, вполне хорошая идея под проект. Еще один проект. Жерома Бонапарта взят, кастинг объявить. Почему нет? Наверное, на это туристы приедут посмотреть. Не просто там подбор, а вот с каким-то историческим... Но тоже форты с Первой мировой войны. Да, мы были сегодня на форте. В Польшу и в Беларуси, в Гродно или в Осавец. В Польшу. У нас дружинская крепость Осавец. Мы никак не можем этот проект пока продвинуть. Мы уже разговаривали, что попробуем все-таки его собрать. Две крепости мощнейшие, но с огромной историей между ними. Прямая, как линейка дорога. Это дорога, кстати, на Беляны. Мы все время ездим на Белейку на Коробчиц. Она вот такая прямая. Она прямая дорога через Беляны упирается во советскую крепость. Там, где немцы применили газовую атаку. И потом называемый самый знаменитый еще не изучается даже в учебниках военных. Это атака-мертвецов. Немцы думали, что всех потравили, а тут неожиданно поднялись и пошли в атаку. И вот мы же и фильм собираются снимать, даже польская сторона именно этим хочет это сделать. Но само по себе вот это связать вот эти идеи, потому что Форд 4, мы в прошлый раз разговаривали с вами, что надо делать его музей. Но вот уже идея достигла все-таки в ушей руководства. все-таки будет, да? Ну, проговаривается, уже проговаривается. С Крымками я скажу, что почему? У нас очень много интересных идей. Ну, действительно, надо поднимать уже не тот пласт, как я говорю, идти к тем городам небольшим. Вполне вероятно, может, мы и маршрут такой можем попробовать сделать. Маршрут местечек. Собрать их на польской стороне, собрать здесь, переезд, небольшие вот эти гостиницы, они уже все очень неплохого уровня, с питанием, с осмотром, с какими-то, как вот сейчас рассказывал коллегам фестиваль писанки в Сапоцкино. Кстати, в Сапоцкино тоже такое же место, один в один, как и Крымкино. В следующий раз обязательно повезу показывать. фестиваль писанки сделали, вот уже возник интерес это посмотреть, завести, потому что эта вот идея пришла с Липска. У них писанка была, привезли на канал, она пришла в Сапоцкинский дом культуры, бурмистр Липска посмотрела, она говорит, а почему вы не сделаете, вот мы делаем такой фестиваль. И смотрите, прошло три года, как она была, и все-таки мы даже доросли до фестиваля писанки, в этом году он прошел. Замечательное дело в том, что в Сапоцкина очень уникальная техника росписи пасхальных яиц, это нужно было из этого делать целый фестиваль? Я сейчас скажу немножко не совсем верно правильно, но Липске и Сапоцкина почти равные. Такая же техника, но не соседи, они вот через напрямую вытянутые руки рядом же сидели. Представляете, это просто оригинально вот это надо говорить, не о самом местечке, а вот об этом районе. Но соединить вот их, если сегодня откроется по предложению губернатора Владимира Васильевича, что надо открыть Софьева-Лепщаны, то мы получим А, Гродно-Августов, 53 километра получается прямая дорога, и мы соединим Липск и Сапоцкина. И у нас может получиться вот такой интересный трансграничный эффект вот этого фестиваля. Тут посмотрели, приехали, поучаствовали, переехали, здесь посмотрели. Пускай и турист сравнивает. Я думаю, что важно вот сегодня интерактивность. Люди хотят сегодня руками что-то сделать. Не только интернет свое дело сделал. и туризм превращается в такой кликовый. Картинки должны достаточно быстро меняться, быть яркими. Такое, как, ну, понимаете, такого созерцания долгого и упорного уже люди не хотят. Я думаю, что и поиски коллеги тоже. Вот мы сегодня бурно обсуждали наши велосипедные дорожки. Я их убеждал, что если стоит им сделать несколько велосипедных колец в крынках, то развитие велосипедного туризма резко возрастет. Надеюсь, что раз убедил, или не совсем. Не совсем, я смотрю. Не совсем. Значит, будем убеждать дальше. Спасибо огромное. К сожалению, наше время истекло. Полчаса быстро пробежали. Спасибо за участие в программе, за то, что к нам пришли. Напомню, это была программа «Открытый вопрос». Сегодня мы говорили о туристической привлекательности Гродненского региона. В студии работала Наталья Залеская. Смотрите нас на телеканале «Беларусь-4», а также на сайте tv-grodno.by. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова